Давайте будет такое правило. Если у нас есть несколько черных клеток, и вокруг какой-то клетки, в ней самой, и вот здесь вот, черных больше половины, то в таком случае эту клетку делаем тоже черной. То эта клетка черная, эта черная, эта черная, то давайте договоримся, что в таком случае мы эту клетку превращаем в черную. А если наоборот у вас есть какая-то черная клетка, а, например, рядом с ней все белые, то в таком случае эта черная превратится в белую. Итак, второе правило. Для любой клетки мы обращаем внимание на следующие пять штук. На нее саму и на четыре соседки. И в следующий момент времени решение будет приниматься по большинству. Если из этих пяти клеток три или больше черные, значит, это будет черная. Если из этих клеток три или больше белые, значит, она станет белой. Давайте я нарисую какую-нибудь достаточно случайную картинку и посмотрим, что будет с ней происходить. Ну, смотрите, вот вам, скажем, доска размером 5 на 5, да? И на этой доске пусть, например, будет так. Пусть у нас вот эти клетки, остальные, пусть будут черные. Черные, 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 да? Вот, давайте подумаем, что будет происходить в следующий момент времени. Это понять несложно. Вот эта, скажем, клетка останется черной. Эта клетка останется, потому что три штуки черные. А вот эта штука из белой станет тоже черной. Так что же получится? Все черные. Все черные. А эта будет какая? Вот эта, у нас же космос бесконечная. Вот это все белые клетки. Белые, до бесконечности белые клетки. Эта клетка останется какой? Белой. Господа, если приглядеться, то становится понятна следующая конструкция. Следующая картинка. Если взять и это вот сделать абсолютно черным, в следующую полосу сделать белый, в следующую полосу сделать черный, в следующую полосу сделать белый, вот так вот сделать в большом-большом прямоугольнике или квадрате, как вам больше нравится, вот, то смотрите, что тогда у нас будет. Вот представьте себе, что у нас есть такая картинка. Не совсем. Вот смотрите, вот эта клетка, она белая, и у нее большинство соседей белое, то есть эта полоса остается белой. У нас будет происходить неприятная штука. Вот эта черная клетка будет перекрашиваться в белый цвет, и потихонечку, потихонечку эта полоса будет уменьшаться. Согласны? Да. И здесь то же самое, вот эта полоса будет уменьшаться, и со всеми полосами будет так. Я хочу, чтобы черных клеток становилось больше, а ничего хорошего не придумал. Но, дальше есть замечательная мысль. А давайте мы сверху добавим ширины, один полоску целиком из черных клеток. И давайте снизу добавим тоже полоску из черных клеток. Что будет в таком случае? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, кстати, обратите внимание, вот эта доска, она, конечно, стала вся черная, но не за один ход. Правильно? Сначала боковые, потом... Вот эти, вот эта белая стала черной, и уже потом вот эта белая, понятно, да? Да. То есть не за один ход, но стала вся черной. И эта картинка тоже самое. Не за один ход, но станет вся черной. Вопрос. Какая здесь примерно доля черного, а какая доля белого? Это очень легко. Ребята, если вы берете очень большой квадрат. Ну, например, квадрат со стороной тысяча. То в таком случае его площадь это тысяча умножить на тысячу. Это сколько? Это миллион. Это единица с шестью нулями. Вот. А граница у него, вот эта полоска, это всего лишь тысяча. Тысяча от миллиона, это одна тысячная часть. Это тысяча от миллиона, тоже одна тысячная часть. Поэтому получаем замечательную, совершенно две вещи. Если взять даже не тысячу, а еще больше, десять тысяч, сто тысяч, миллион, десять миллионов в сторону вот этого квадрата, то доля, которую занимает вот эта полоска, и доля, которая занимает эта полоска, будут все меньше и меньше, да? Потому что, когда квадрат у вас будет со стороной миллион, то это будет всего лишь одна из миллиона полосок, да? И это будет тоже одна из миллионов. И таким образом, долю первоначально белых клеток внутри квадрата можно будет довести почти до одной второй. Согласны? Да. И мы получаем замечательную вещь. Почти в два раза после многих операций количество черных клеток, что? Может. Может увеличиться. Теперь, господа, вам задача. Пожалуйста, нарисуйте картинку. Вы сами. На которой количество черных клеток увеличится, ну, например, в два с половиной раза. Или хотя бы в две целых одну десятую. Конкретную картинку. Не обязательно за один раз. Может быть, после нескольких операций. Но нужно, чтобы количество черных клеток выросло бы больше, чем в два раза. Как оно может вырасти почти в два раза, я показал. Повторяю, о чем сейчас мы сговорим. Есть такая операция перекрашивания клеток. Решение о том, какая клетка будет в следующий момент времени, принимается по большинству из пяти клеток. Она сама и ее четыре соседки по стороне. Ну, в каждый момент происходит перекрашивание всех клеток по этому правилу. Вопрос. Может ли количество черных клеток увеличиться больше, чем в два раза. Как оно может увеличиться почти в два раза, я объяснил. У меня вопрос есть. А вы сами понимаете, какой исследователь этих клеток заключается? Считается в этой задаче, что ход осуществляется одновременно везде. Представьте, что у нас есть такой начальник, который отсчитывает... Ну, у музыкантов метроном есть. Знаете, такое замечательное упражнение с метрономом. Между прочим, Морстинова так и не освоил. Несколько не учился в музыкальной школе, но так и не научился работать с метрономом. Он все время или отставал от него, или как-то не получалось ровно с ним работать. А вот музыканты настоящие, они умеют в точности выдерживать себя темпом. Да. Да, считается, что у нас есть клетчатая бумага во все стороны расчерченная. Такая клетчатая плоскость. И на этой плоскости несколько клеток покрашены черным цветом. Понятно, да? Ну, конечное число. Мне не интересно, ребята, никакие рассуждения о бесконечности. То есть, не надо там... Вот я покрашу бесконечное число клеток в черный цвет, и от этого там увеличится. Неинтересно. Задача о конечном числе черных клеток. И сейчас перед вами стоит задача абсолютно конкретная. Нарисуйте картинку, чтобы после нескольких операций количество черных клеток возросло бы больше, чем в два раза. По-моему, это абсолютно понятная формулировка. Не важно, сколько это словно. Если вы возьмете миллион на миллион, то вы успеете на пенсию выйти, прежде чем нарисуете. Понимаете? Тут вопрос вашего удобства. То есть, формально говоря, не важно. А реально, если вы возьмете слишком большую картинку, то вы ее просто не нарисуете. То есть, если эта клетка из пяти своих соседей идет, то она обязательно перекрашивается? Ну, конечно. Один меньше четырех. По большинству. Смотрим на пять клеток. На саму клетку и на ее соседку. Да? Соседки по стороне. Вообще, ребята, вы понимаете, что такого типа задач можно придумать много. Например, есть такой великий математик Ромбей, который придумал игру в жизни. Еще раз повторяю условия. Есть бесконечная доска. Бесконечная расистолка. Там несколько клеточек покрашены какой-то красным. В результате часть клеток покрашены, часть клеток не покрашены. Замечательно. И дальше запускают какой-то счетчик. И при переходе от момента времени к следующему, происходит следующая штука. Каждая клетка получает тот цвет, в который было покрашено большинство из пяти клеток. Она сама и четыре соседние по стороне. Вот. Требуется, чтобы после какого-то количества таких операций, начальное количество клеток увеличилось бы более чем вдвое. На доске показано, как увеличить примерно вдвое. Для этого просто берем очевидная конструкция. Полосы белые и черные чередующиеся. И сверху черная полоса, и снизу черная полоса. Если взять такой огромный квадрат, то понятно, что чуть меньше половины у него в начальный момент будет белая. А в конце весь он будет черный. Так постепенно будет зарастать. Этот самый квадрат. Никакая клетка не будет становиться белой, если уже один раз стал черный. Постепенно будет зарастать, зарастать, зарастать. Да. А если может белый, то черный, то черный? Конечно. Формально говоря, правило симметричное. То есть при неудачном подборе, и я это вам показывал в начале. Если взять без вот этих горизонтальных полос, то количество черных клеток может даже уменьшиться. То есть в начале могло быть много, и есть просто вертикальные полосы без горизонтальных. А в конце вообще черных не останется. Такое тоже возможно. И что? И тогда получится примерно в два раза. Я прошу вас более чем в два раза. Но даже на самом деле, пожалуйста, не пытайтесь там играть в мелочи. То есть даже можно даже в два с половиной раза. А обязательно должен быть? Не слышу. А обязательно должен быть? Нет, конечно. Конечно, не обязательно квадрат. Просто с квадратом как-то понятнее. Но, разумеется, вы ставите клетки так, как вам удобно. Чтобы больше стало черных. Да, чтобы количество черных не просто стало больше. Больше, да это легко. Возьмите черный квадрат 3 на 3 и центральную клетку покрасьте в белый цвет. Очевидно, что после первой же операции вы получите просто квадрат 3 на 3. То есть количество черных клеток увеличится может. Это не проблема. А вот увеличится больше, чем в два раза. А потом будет не раздушиться. Почему? Как же, как вот это состояние черный, если черное поднимет к одному? Нет, нормально. Это просто неправда. Если вы берете полоску из трех черных, то она вообще-то превращается в одну черную клетку и потом исчезает. Она постепенно исчезает. Она с краев будет. Это конечно будет после второго же шапка. Нет. Вы говорите, что надо нарисовать штучку размером 3 на 5, да? Это я, пожалуйста, нарисую. После этого вы считаете, что я внутри нее должен какие-то клетки отметить. Отметить, скажите, какие. Вот это, это. Значит, это, это. Дальше. А потом вот это. Это. Дальше. И этот ряд. И этот ряд, да. Потом как же это? Это и? И вот эти. И вот эти. Но, господа, я просто боюсь, что некоторые еще даже не поняли. Спасибо, садитесь. Все, что мы сделали. Я боюсь, что некоторые еще не поняли правила, поэтому давайте посмотрим. Значит, первое. За пределы прямоугольника, разумеется, черные клетки не будут. Потому что, скажем, вот эту клетку, у нее и все белые, в этой клетке есть она и три белых соседей. Значит, надо смотреть прямоугольник. Вот это, очевидно, станет белым. Это, очевидно, станет белым. Это станет черным. Вот эта клетка станет белым. Эта клетка станет черным. Это автоматически тоже. Эта клетка станет белым. Это черное, это станет белой, это белое. Ребята, смотрите, смотрите, что у нас происходит. Это будет белое, это черное, это белое. Теперь, наверное, знаете, я же неправильно, что делаю. Я пишу и то, и то, и поэтому не очень видно. Давайте я делаю так. Когда на этой картинке ВВВ все просто сотру, тогда станет понятнее, что же произошло. А произошло следующее. Мы получили фактически шахматную такую картинку. Что будет? Будет грустное обстоятельство. Будет очень грустная штука, ребята. У нас вот это будет белое, правда? Нет. Да. Потому что нету только два черных соседа. Вот это будет белое, это будет белое, это будет белое. И это будет белое. Это станет черное. Это будет белое. Это будет белое. Это станет черное. Это станет черное. Слушайте, я что-то не думаю, что у нас происходит увеличение. Дело в том, что черных клеток осталось всего три, и что самое грустное, вот эти уже никогда не станут черными. Поэтому мы начали, смотрите, с девяти черных клеток, а получили картинку вот такую. Я могу уже это даже стирать. Теперь посмотрим, что будет на следующем этапе. Когда есть такие черные, то центральная клетка, конечно, станет черной, а простите, все остальные будут белые. Ничего себе увеличение больше, чем в два раза. Они все вымертые. Просто менять черное на белое. Все не так просто. Потому что игрушная позиция для белого. Нет, все не так просто. Вы просто не решили задачу. А давайте вы решите задачу. Себя в тетради нарисуете картинку. Господа, я готов вам рассказывать. Значит, в этой задаче есть неочевидные моменты, неочевидные штуки, которые я готов и с удовольствием вам расскажу. Но, с другой стороны, есть некоторые вещи, которые можно сделать. Понимаете? Сложные вещи, понятно, когда делают за вас. Но простые вещи должны вы уметь делать. Картинку, чтобы увеличилась в два раза, вы можете придумать. Больше, чем в два раза. Повторяю условия. По большинству голосов клетка меняет цвет. То есть, смотрим на клетку этих четырех ее соседок. Если среди большинства белые, клетка становится белой. Если большинство черные, клетка становится черной. Нужно придумать такую конфигурацию, чтобы количество черных клеток возросло бы более чем в два раза. Ну и разумеется, чтобы эта конфигурация не вымерла. То есть, меня не устраивает, когда сначала возрастет в два с лишним раза, а потом эта конфигурация исчезнет. Ничего подобного. Не надо, чтобы она... Да, устойчивая осталась. А устойчивая конфигурация здесь есть. Например, целиком заполненный прямоугольник сторонами больше, чем один. Он так и остается прямоугольником. Так что, если, например, вы сумеете полностью заполнить квадрат, то все. Замечательно. Он навсегда останется квадратным. Чертным. Давайте. Ведь нарисую, когда. Вы скажете, что все было легко? Да, скажете. Давайте я покажу вашу картинку. Значит, ребят, я уверен, что у него сейчас неправильное решение. Потому что он почему-то думает, что черных клеток у него мало, и из них получится весь квадрат. Давайте. Значит, я нарисовал вот следующее. Углы сделал черными. Это уже сколько клеток? Это 4 клетки. Дальше абсолютный ужас. Он сделал черными вот это. Скажите, пожалуйста, сколько здесь клеток? Я понимаю, что много, а все-таки... Вообще-то действительно 24. Смотрите, почему. Потому что вот этих клеток 6, и таких штучек, их 4. Значит, прибавляю еще 24. А еще отступил и сделал черными вот эти. Это сколько еще? Еще 8. Еще 8. Получилось 36. Как еще? А, да, еще добавил вот сюда клетки. Еще добавил сюда 4 клетки. Это по 40. Итого 40. Да, итого 40, 81. Это меньше половины. Так, если сейчас получится, что вся доска превращается в черное, то все будет замечательно. А не получится. Объясняю, почему. Потому что в первый же момент, смотрите, вот эти углы становятся чем? Белыми. Становятся белыми. И вот эти клетки, они остаются белыми. Правда? Да. Вот. И поэтому, если и станут черными, то черными станут вот эти вот клеточки. А это доска размером 7 на 7, а их всего 49 штук. Поэтому, даже если они все станут, то у нас получится преобразование из 40 в 49. Ну и, кстати, совершенно непонятно, зачем ему тогда вот эти 4 штучки. То есть, можно, если их убрать, то получится из 36 в 49. Это хуже, чем здесь вот было у нас. Потому что мы научились почти в 2 раза, а это, очевидно, в 2 раза. У вас получилось ровно в 2 раза. Интересно, а почему она зарастет из доска? Какие у них размеры? Вот это сделать черным. После этого отложить 3 белые полосы. Следующая полоска опять черная. Следующие 3 белые и следующая черная. Дальше, сверху, все вот эти клетки сделать черными. И где-то там внизу тоже сделать черным. Давайте обсудим, так это будет или нет. Если у нас внизу вот эта черная полоса, и за счет того, что здесь угол, она так и останется вся черной полосой. Отлично. И постепенно у нас, казалось бы, будет зарастать. А вот не будет. Дело в том, что вот эта клеточка соседняя с двумя. Понимаете? Вот давайте сравним эту конструкцию с тем, что я предложил. У меня были, чередуясь, белые и черные полосы. И поэтому действительно растало. А здесь аж 3 белых полосы. Ну, разумеется, разумеется, ничего не зарастет. Они прямо так и останутся, ребята. Нет, не решение. Нет, не решение. Ну и что? Здесь у вас в шахматном порядке черная клеточка. Так? С углов же начнется инфляция. Потихонечку, потихонечку. С углов ее, эту картинку будет... Понимаете, что вы думаете? Вот если взять в шахматную раскраску, то... Ничего хорошего не будет. Но вообще-то, шахматная раскраска замечательна тем, что там белых и черных поровнут. Согласны? И при этом, если представить себе, что вся толстрия до бесконечности раскрашена в шахматном, белым и черным, то будет происходить такое мигание. Согласны? Да. А теперь вопрос, как превратить это в решение? У клеточки 3 седних и графатон, они считаются как соседние, и не считаются еще 4 садов. Еще раз. Мы смотрим на 5 клеток. Сама клетка и 4 соседки. Соседки по стороне, по углу не считаем вообще никак. Я понятно объяснил? Так, что вы... Подсказку я уже сказал. У нас есть 2 делаете и 4 садов. Я сказал, решение принимается по 5 клеткам. Между прочим, ребята, вот это очень важная вещь, да? Умение слышать фразы. Между прочим, у огромного количества людей оно абсолютно отсутствует. Я сейчас не хочу никого из вас обидеть, я просто обращаю ваше внимание на следующую штуку. Почему важно заниматься математикой или там вообще любой другой наук? Потому что, когда вы занимаетесь, неважно какими, любыми научными задачами, то вы привыкаете к тому, что слова имеют смысл. Потому что ведь очень многие люди общаются на уме эмоций, да? На уме того, что вот там начальник хочет, значит, так и надо, да? Там, не знаю, там, не взять на начальник, или там мама хочет, да? Или там товарищ хочет. То есть не на уровне, почему это нам надо делать, или почему это не надо делать, а на уровне вот именно таких вот, что называется, чувств. А когда вы решаете математические задачи, вы учитесь слышать каждое слово. Вот я вроде бы произнес точную фразу. Решение о том, какая будет клетка, принимаем по пяти. По большинству из пяти клеток. Она сама и четыре соседа. Какой доска, как и бесконечно белая? Да, вся доска изначально белая. Ну как, мы купили в магазине, не знаю, белый лист бумаги. Ну бывают такие даже, например, в клеточку, да? Стать в клеточку. Но в отличие от обычной цитради, такая большая, по все стороны бесконечная коскость. Да, полотенцем, да. Что? Да. Да. Какие клетки белые нестатные? Да. Каждый они белые нестатные, но другие клетки белые тоже нестатные. Потому что, вот этот, который есть, ряд белых, он никогда не знает чего. Если у вас вот эти клетки белые все, или в реаля, то он всегда будет белый. Нет, не может. Смотрите внимательно. Если белые клетки сама, и под ней сбоку, то она всегда будет белой. Высоту это будет у него 7 клеток, в ширину он нарисовал 5 клеток, и посмотрите, посмотрите, что он придумал. Давайте я вместо буквы Ч буду ставить клетки. Хорошо? Значит, клетки стоят вот здесь. Так быстрее просто. Крестки стоят у него вот здесь. Дальше вертикальный столбец, вертикальный столбец, вертикальный столбец. И внизу то же самое. Вот эти вот 5 клеток, сейчас, и здесь, и здесь, и здесь, 23-35, господа, это все, это не решение. Моя сегодняшняя цель это разобраться, в сколько раз максимально может увеличиться количество, да, у вас сколько клеток было в начале, и сколько станет в конце. сколько? Сколько штук? Можно их посчитать. Сколько было в начале черных ледов? 7. Сколько станет в конце? А? 9 станет в конце. И вы думаете, что 9 это больше, чем в 2 раза, больше, чем 7? Нет. Это должно быть в начале 7, то в конце их должно стать больше, чем 14. 12. Объясняю. Справа на доске я уже нарисовал картинку, когда происходит увеличение почти в 2 раза. Сейчас нужно, чтобы произошло увеличение больше, чем в 2 раза. Когда кто-то 7 клеток стал больше, чем в 2 раза, это 15 или больше. Такого результату надо добиться. мы имеем игру не внутри прямоугольника, плоскость вся. То, что я на доске рисовал прямоугольник, это потому, что я не могу его прочерчивать ситры до доски до бесконечности. В начале все клетки, ребята, обратите внимание, все еще есть люди, не понявшие условия задачи. Очень важная штука. Это не случайно, потому, что большинство в принципе не понимает что слова имеют смысл. Господа, в математике в отличие от большинства школьных предметов слова имеют смысл. Это не стихи, где там половину слов пропустил ваш общее чувство, общее ощущение и так далее. Но в математике слова имеют смысл.